Добрый день, дорогие подписчики и случайные гости канала. Вот получила посылочку, долгожданную посылочку с двумя фаленопсисами. Здесь должны быть две орхидейки, название скажу чуть позже. Значит, сортовые, одна, значит, беленькая с такими бордовыми веснушечками, а вторая такая бордовая с белыми разводами. Ну и давайте, чтобы долго не затягивать видео, вскрою я сейчас эту коробочку и посмотрим, что в середине. Вот, друзья, я вскрыла коробочку. Вот, посмотрите, как они упакованы, упакованы хорошо. И теперь я их достану и расскажу дальше, что я буду с ними делать. Вот так они уже выглядят без коробочки. И остался последний штрих. Снять теперь полностью упаковку. И вот, какие две красуни я получила. Распечатала, значит, я посылочку. И вот эти красуни. Я давно хотела такие. И вот, наконец-то, я их получила. Значит, посылочка шла два дня. Довольно-таки быстро. И это был у нас с девочкой обмен. Для меня очень выгодный. Ну, я думаю, и для девочки тоже. Девочка с Киева. Леночка, привет! Спасибо за посылочку. Вот, значит, она мне выслала два фаленопсиса вот этих вот шикарных. А я ей выслала деток фиалочек, цветущих фиалочек и листиков. Вот, друзья. Значит, что мы будем делать первым делом? После того, как получили наши орхидейки. В любом случае, хоть день, хоть два, хоть три, они ехали в нашей посылочке, да? В нашем заказе. В любом случае, они стрессанули. Они находились в темном, в замкнутом пространстве, да, в коробке. Перепады температур. И в любом случае, они стрессанули. И, значит, что я вот в данном случае буду делать? Поскольку заказ, что шел два дня, значит, в первую очередь я полью, полью, значит, эти орхидейки. Значит, продавец тут хорошо просушил грунт, леночка просушила грунт хорошо, орхидейку просушила. Вот. И, значит, оставлю на адаптацию ее в ванную комнату примерно на день, на два. И потом, значит, буду проводить с ней определенные процедуры. И вот, друзья, прошло два дня. Цветочки более-менее уже адаптировались. Я хотела их обработать эпином, но подумала, что они и так неплохо перенесли переезд, пересылку, нахождение в закрытом пространстве, в темной посылочке. И сейчас я хочу, значит, вытрусить эти растения с горшочков, посмотреть корневую систему и сделать профилактику, обработку от насекомых. В любом случае нужно сделать профилактику, потому что даже если в стадии личинок насекомых не видно, то чуть позже они могут себя проявить. Это будет не очень хорошо для орхидеек и для моей коллекции. В любом случае эти растения постоят у меня на карантине, где-то в районе месяца. Я за ними еще буду наблюдать. И уже позже перенесу их в основную коллекцию. Итак, друзья, давайте вместе с вами, значит, вытянем эти растения с горшочков и посмотрим, какая же у них корневая система. И давайте, значит, начнем с беленькой. Я уже отстегнула держатель для цветоноса. И теперь мы аккуратненько будем вытрушивать наше растение из горшочка. Вот какие цветочки, видно, да? И я сейчас буду, значит, вытрушивать наше растение из горшочка. Вот. Значит, мы вытянули наше растение. И давайте посмотрим, значит, что у нас здесь, что мы имеем. Торфяного стаканчика здесь нет. Это уже хорошо. Так, сейчас будем рассматривать поподробней, поближе. Так, что у нас здесь с корневой? Ну, довольно-таки неплохая корневая. Да, будем так говорить. Довольно-таки неплохая. Спасибо, Леночке с Киева. Маленькая, конечно. Ну, довольно-таки неплохая. Значит, я сделаю... Сделаю, значит, этому растению обработку от насекомых. И потом будем, наверное, садить его в грунт. Хотела и пином обработать. Наверное, не буду этого делать. Вот. Это растение, значит, у нас идет теперь в мисочку. Мы его положим. И сейчас вскроем другое. И вот наше второе растение. Вот это красуня. Сейчас покажу. Вот она наша красавица. Вот она. И сейчас ее тоже вытянем с горшочка. И тоже посмотрим, что здесь творится. Ага, здесь корешочек. Корешочек. Очень не хочется его обрезать. Сейчас попробуем вынять. Ну, наверное, я его не смогу вытянуть. Придется обрезать этот корешок. Так. Сейчас попробуем это дело все вытрусить, не повреждая корешочка. О, он вынимается. Очень хорошо. Очень хорошо. Мы вытянули наше растение. И тоже давайте посмотрим. Ага, здесь есть торфстаканчик. Вот, пожалуйста, в одном растении не было, а в этом есть. Ну, ничего страшного. Значит, торфстакан – это бомба замедленного действия. И оно растению абсолютно не нужно, если мы собираемся его содержать в домашних условиях, для того, чтобы оно нам приносило радость и пышно цвело. Видно, да, торфстакан? Вот он. Поэтому этот стаканчик нужно нам удалить обязательно. Вот, видно, да? Вот этот торфстакан. Вот, и сейчас я его удалю. Этот торфстаканчик. Значит, с этим растением будет чуть длиннее видео. Ну, вот, как-то так. Может, партии были разные. Может, поступления были разные. Ну, в этом растении есть торфстаканчик. Вот, сейчас я его уберу. И дальше будем смотреть. Вот, этот торфстаканчик. Ну, такой, как губка. Вот, сейчас я его удалю полностью. И продолжу видео. Вот, друзья, я вытянула, значит, два растения со стаканчиков. Обтрусила грунт. И сейчас сделаю обработку от насекомых. В любом случае, в любое растение, которое мы приносим домой, которое мы приносим домой, нужно делать обработку от насекомых. И я сейчас одену перчаточки, сделаю обработку и оставлю это растение примерно на час-полтора. для дальнейшей просушки. И потом далее продолжу видео. Вот, друзья, наши растения уже подсохли. Я смотрю, что здесь я даже ничего не буду обрезать. Корневая достаточно хорошая. Если бы были сухие корешочки, там, допустим, или гнилые, тогда я их подрезаю, удаляю и присыпаю активированным углем. Здесь, ну, достаточно так, неплохая. Я здесь даже и делать ничего не буду. Вот, и поэтому сразу же я посажу эту растюшечку в горшочек. Вот, я уже насыпала керамзитом. И сейчас посажу это растение в горшочек. Значит, присыплю немножко коры на дно и посажу растение в горшочек. И теперь сверху заложу мхом этот горшочек с нашими орхидеюшками. Вот так вот по краюшку, не касая шейки. Я по кругу заложу это все дело мхом. И с этим растением будет все. И тогда будем приступать уже ко второму растению. И у нас вторая растюшечка беленькая. Я тут уже посмотрела корневую. Корневая нормальная. Ну, небольшая, конечно. Ну, будем так говорить. Более-менее нормальная. Я здесь тоже ничего не потрясала. Я вижу, что корешки, конечно, закукленные. Но они более-менее нормальные. И я тоже это растение сразу же посажу в горшочек. Горшочек я беру тот же, который и был. Правда, сделала здесь отверстие для циркуляции воздуха. И сейчас я это растение тоже посажу в горшочек. Вот, друзья, наши работы окончены. Я уложила мох сверху и отправила их на окошко. И они здесь будут стоять примерно месяц. Это типа карантинной зоны у них такой. И потом они поедут на постоянное место жительства. Вот, друзья, на этом буду заканчивать видео. Надеюсь, оно вам было полезно. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик. До новых встреч!